Приветствую вас, давайте разберем ваши вопросы, не знаю как себя вести в отношениях код. Ему 33, я на младше на 7 лет, познакомились на работе, сидим рядом, завертелась. Он живет с родителями, хотя есть своя квартира, там живет бабочка. Я одна, у меня отдельная квартира, родители купили, есть машина. Работаю, симпатичная, стройная, мужским вниманием не была обделена, но и замуж никто не звал. Сейчас ситуация такая, я полгода назад дала человека жить вместе, потому что странно, в 33 жить с родителями как ни крути, не захотел. Сейчас у меня встал вопрос с машиной, попросила пожить вместе, пока не куплюсь, чтобы ездить на работу. Сказал, я и так с тобой живу, почти вон на неделю два раза только дома был. Я была обескуражена в отношениях в принципе идилли, в бытовом плане тоже, хотя если жить вместе, может что-то изменится. Сказал, что он стреппер и ничего не хочет менять. Очень обидно, я надеялась, что у нас вообще может быть семья, ну как у всех нормальных людей. Разговаривать больше не хочу, поэтому вопросы будут на разных языках, не пойму почему так тянет домой его. Раньше он жил один продолжительное время, то есть не совсем мамсик. Все его знакомые с детьми и женами планируют жизнь, вертятся как-то. Тут компьютер и я несколько раз в неделю. В общем, я готов расстаться, мне ничего не обещают, значит используют. Я это понимаю, я люблю его, но подстраиваться быть удобно не готово. Проблема в том, что мы сидим рядом на работе и он мне очень помогает. Больше почти ни с кем не общаюсь. Плюс моя нервная система вряд ли выдержит ссору и работу, я теряю консенсацию, надумываю, короче, очень тяжело. Работа связана с аналитикой, тупить нельзя никак. Ищу варианты ее сменить и думаю, пока с ним не расставаться. Работаю тоже год всего. После ли я себя веду и как можно по-другому. Еще я не могу понять, почему выбирают таких мужчин, то есть изначально такого поворота событий я бы не ждала. Он казался старше, ухаживал вообще. Хотели съехаться на первых парах, но потом все изменилось. Хотя отношение ко мне тоже, что и в начале. Спасибо. Ну, в данном случае ведете вы себя не пони-позро, а защищаете свои интересы, что в принципе является логичным. Я бы сказал, что такое возможно вследствие того, что вы, во-первых, не защищаете свои личные границы, и, во-вторых, не отстаиваете свои ценности, то есть если для вас ненормально, что человек в 33 года живет с родителями, то логично не предлагать ему жить вместе, а, наверное, все-таки просто сказать, что извини, дорогой, но нам с тобой не по пути, например, да? Но вы этого не делаете, я вас понимаю, потому что вы, судя по всему, как бы, ну, цепляетесь за нее, вот, ой, за него, простите, за него. Цепляетесь за него, потому что у вас не такой большой круг общения в этом смысле, да? То есть кроме него вы ни с кем не общаетесь. И, на мой взгляд, вам, помимо того, что я уже озвучил, имеет смысл расширять свою социальную активность, да? И, по возможности, учиться быть слабой. Учиться говорить о том, чего вы хотите, учиться заявлять о своих желаниях, учиться озвучивать свою позицию, то, что вам нужно. Если вы так будете делать, то, в общем и целом, на мой взгляд, это ситуация, и такие мужчины будут вам попадаться меньше, меньше. Вот. Вы говорите, что любите его, но в то же время не принимаете, очевидно, его позицию. И здесь говорить о любви, наверное, наверное, нельзя. Потому что любовь – это безусловное принятие партнера. Вы же пытаетесь его понять, почему его так тянет домой. Это ошибка, другого человека вы не поймете. Можете понять только себя. И то, что вместо того, чтобы понимать себя, вы пытаетесь понять другого, и является той причиной, по которой вы притягиваете таких людей. С вами выгодно быть неопределенным. Потому что вы пытаетесь понять. Напротив, когда человек опирается на себя и продвигает свои интересы, тут как бы нет другого выбора, кроме как самому определиться, быть с вами или нет. Кроме того, если вы общаетесь только с ним, то, вероятно, вероятно, вы его идеализировали вначале личным стилем. Вы пишете, что с этим рядом и завертелось. То есть, говоря, завертелось, вы как-то игнорируете здесь свою активность, свою ответственность, свой выбор, свои решения, свои поступки. Еще один момент, вы пишете, если ничего не обещают, значит, используют. Важно увидеть здесь, что это. Это ваша ценность, и тогда вам нужно ее продвигать. Либо это следствие вашего конфликта внутреннего, страха, что вас используют. Потому что, вообще-то, в отношениях, на мой взгляд, нормально ничего не обещать. Это не означает, что вас используют. Вас могут использовать, если вы как раз-таки не обладаете четкими личными границами. Вот с этим и можно поработать. Тогда и в обещаниях вы нуждаться не будете, и что вас используют, бояться тоже не будете. Всего вам самого доброго. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Удачи! Спасибо. 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 Спасибо.